Все стареют, что-то промежнают. Действительно, люди когда смотрят, а что у вас это за книги? Тут начинали мне сегодня говорить, что это реклама. Наверное, сколько времени должны получать? Нет, правда. У меня там 23 уже, наверное, тысячи, 100 тысяч. Старая гна была. Там не от подписчиков зависит, а от просмотров. Тем больше просмотров, тем больше просмотров. Просмотров-то много. 40 за миллион. А? Там они смотрят на количество, на ролик сколько просмотров, а не на опере. А где это найдешь такое? Это много там, где они. Вот у мерзких там по 200 тысяч, по миллиону на один ролик. На один ролик, да. Вот им хватит хорошо. А у нас что там тысячи две, три, четыре, это мало. Если бы мы за это думали только. А они, которые ставят, про то, что мы делаем. А вот за то, что мы делаем. А вот за то, что мы делаем на конфликтах. А вот, что там больше. Ну-ка, мешочки где-то. Да, вот что бы там уже не было. Вот почти неделю назад шарили, что там больше. И кто не знает, что было. Нас-то наградовали господи, так что нам не видно. Мы о Боге говорим, о вечности. И название-то, местописание. Не найдешь, что где говорили. Даже у тех, которые заходят, я удивляюсь. Как они нашли так вот так далеко? Я не знаю как. Вот прохожу, допустим, ну, самое большее, допустим, 200. 300, значит. А дальше уже не дает систему идти. А сейчас и дальше не попадет. Синий таборист. Она планет? Какой она планет? Ты не в жизни нагадаешься. Разбить по разному каналу не стоит ли? Или так? С миром вам. С миром. Помолимся. Царь небесный, утешитель дух истинный, Ты везде есть, весь мир наполняешь. Сокровищница благ и жизнеподатель принеслись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево, От истинного понимания смысла. Сохрани нас в согласии, любви и единомыслия друг с другом. Тебе же славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Сыну и Святому Духу, аминь. Послание к римлянам, Святого Господа Павла, 1 глава, 22 стих. Забывая себя, называя себя мудрыми, обезумели. Толкование. Демонстрация, пожалуйста. Демонстрация. Угу. Благодарю. У меня же закачка идет. Толкование. Так, так, так. Ну, шернота. Представляет причину, по которой они впали в такое безумие. Во всем, говорит, положились на свои умствования, и желая найти с большой буквы неописуемого, о Боге речи в образах, и, опять же с большой буквы, бестелесного, в телах, оказались безуспешными, не могущими достигнуть цели посредством умствований. Неразумно называть сердце их, потому что они не хотели познавать все верою. Отчего же дошли они до такого заблуждения, что во всем положились на свои умствования, вопрос, от того, что обображали себя мудрыми, почему и обезумели. Ибо, если что, безумнее поклонение камням и деревьям. Вот она причина ихнего безумия. Ну, а сами-то безумцы-то, они считают себя безумными-то, ну, поклоняются, поклоняются. Я, честно говоря, с язычниками, с невоязычниками, с этими, но не встречался. У кого есть опыт общения с ними, пожалуйста, поделитесь. Но мы-то понимаем, мы веруем в истинного Бога в эти вот... Но, еще могу как бы себе добавить, что не обязательно идолопоклонство этого поклонения какого-то камня, или там, в качестве идола может быть сейчас все, что угодно. Деньги те же идол, там, дети идол, там, все, что угодно. Собака идол, там, твоя обычная, допустим, там. Сталин раньше был идол, Ленин идол, там, КПСС идол, Слава КПСС везде писали. То есть, примеров много. Вот, но здесь, я просто, Павел конкретно перечисляет, кому они поклонялись. То есть, и дальше, что с этими людьми будет происходить, то... Сегодня вся Европа в этом повязана, там, гомосексуализм и... Лезвиянстве, прости господи. А из-за чего? Вот и вот причина. Поклонялись твари вместо дворца. Почему поклонялись, почему такое безумие на них? Потому что, называя себя... Давай слово. Или кто там? Не, не говори, говори себе. Показалось, что кто-то хотел сказать. И вот, заповеди блаженства. Блаженны нищие духом. Я раньше-то думал, да как так, блаженны нищие духом? Блаженны высокодуховные люди. Вот они счастливые. А нищие-то духом, какое же тут блаженство-то? А потом, когда толкование прочитал, тогда мне открылось. Блаженны считающие себя нищими духом. Считающие себя ничего не знающими. Игнатий Тихонович про него говорит, там, энциклопедия ходячая, столько знаний. Он говорит, чем больше я Библию читаю, тем больше я понимаю, что я ничего еще не знаю. Невозможно объять необъятного. Если с большой буквы эти слова... Поэтому вот эти философы, вот эти вот, и римские в том числе, и греческие, они вот пытались своим умом постичь, а ничего не получается и склонились к тому, что стали тварью вместо дворца. Поклоняться. Называя себя мудрыми. А когда... Ну, самое обидное, когда вот человеку говорят, да у тебя мозгов нету. Тут внутри скипает, как? У меня мозгов нет, у меня там три высших образования, там, я не знаю. Безумец. Сказал безумец сердце своем, нет Бога. Нет ума тебе, раз ты тварью поклоняешься вместо дворца. Ну, че же, какая-то тут тварь и творец. Че сравнивать-то? Нет, люди выбрали, почему выбрали тварью поклоняться. Солнце, Луне, там, к чему только не поклоняются, там, Бог, Бог войны, там, Бог плодородия, Бог любви, там, их не перечислишь всех. Володь, ты что-то хотел сказать, друзья? Тянулся. Пожалуйста. Я просто говорю, что у нас был ролик записанный с Игорем Добуновым. Мы на вокзале беседовали с как раз наивозыщенником один. Он как раз там говорил о поклонении Солнцу и так далее. То есть, можно там его посмотреть на нашем канале. Я сейчас только не помню, как название его, этого ролика. Ну, понятно, то есть, общение было с этим, да. Год Солнцу поклоняется. И вот многие, вот в России, они вот тоже, я такое, да, ты мне напомнил, слышал, что мы русские должны поклоняться русскому Богу. А какой русский Бог? Солнце, Бог, Ра, Мария, Ра у нас по Барнаулу везде. Ра, это Солнце, я так понимаю, Солнышко вене на Ресона. Почему Мария это? Ну, вот Перун еще там, как бы, вот. Ну, в России Перун, может быть, я не знаю. Ну, вот про Солнце слышал. Князь Владимир, Ясно, Солнышко. Значит, до этого он, видать, поклонялся Яссу Солнышку, раз вот такое прозвище. Ну, я историю не знаю, пытаюсь. Может быть, брат Игорь нас просветит, он историк у нас. Ярила, Бог Солнца Ярила, это русский Бог Солнца. А Перун, это следующий Бог. Он Бог громный, типа Зевса. Ну, понятно, да. Мария Ра, Мария Ракшина, но однако же там Солнце какое-то рисует. То есть, все равно Ра, я так слышал, что Яриба, Ра. Это созвучие, да, это созвучие есть там такое. Ну, на самом деле, да, Мария Ракшина. Ну, так как получилось, Мария и Ра, вроде как Ра, тут Солнце, да. Созвучие есть, говорят об этом, да. Но это нет, не поклонение, ничего. Это просто для рекламы. Понятно. Так, ну что? На самом деле, фамилия Ра. Да, у язычники никому не поклоняются. Ра, поэтому Ра. Разобрались уже. Лен, не расслышу тебя, давай еще раз. Неоязычники никому не поклоняются. Они не рабы. То есть, для них, ну, вот, христиане – это рабы. А мы не рабы, мы свободные. У нас там энергия, у нас там улетают они там в какие-то космические дали и так далее. То есть, они свободные люди. Вот, и вот они на этом, на всем делают свои вот лекции и все это. Что они не рабы. И русские – это не рабы. Вот. То есть, мой Бог рабом меня не кличет. У них вот это вот. Понятно. Игнат Ильич, вам слово. Смешно слышать. Апостол Павел говорит, свободно от праведности. Вот весь ответ. Свободно от праведности. А рабы? А какие? Кто не рабы-то? Мы говорим, я рабочий, рабочий. А ну, кто очи-то? А отец-то кто? Я с ними не раз говорил. У них ничего нет. Я говорю, кому молишься? Да никому. То есть, они понимают только разговор. А у вас еврейская религия, то другое. Начинаешь говорить. Он ничего не знает. Даже, я говорю, язычники поклонялись всегда чему-то. Солнцу, звездам. Апостол Павел об этом пишет. У них ничего нет. Свобода греха. Свободно от праведности. Вот и все. То есть, у них Бог такой, Бог антираб такой. Но я тоже, я даже слышал это, не тот баптистов, не тот пятидесятников. Христианка она, да, женщина со мной беседовала. Говорит, нет, мы дети божьи. Какие-то вы рабы. Вот вы православные, раб Божий, раб Божий. Апостол Павел говорит, ты раб Божий, раб Иисуса Христа. Вы что, это не читали, что ли? С Библии относятся, а такие места упускают. Но сектанты, то есть, узы взгляда на истину, они вот. Дети им понравилось. Я хочу быть детем Божьим-то. А рабом быть не хочу. А пока ты рабом не станешь, ты детем, тебя Господь не примет. Ты поработай сначала ему. Потом он тебя усыновит. Я так думаю. Игнать Тихонич, если бы ты не испытал этого рабского страха перед Богом, начни все сначала. Я с ним соглашусь, пожалуй. Кто Бога не боится, тот гордец, просто он, ну как, он творец, он, кто ты глина, что споришь с горшечником. Так и ты, человек, что ты споришь с Богом. А люди спорят, он спорит, и сразу он в дети хочет ему навязаться Богу-то. Это вот и есть, я думаю, гордыня твоя. А вот начальный страх, первоначальный, когда ты из-за страха наказания, адом, начинаешь делать Богоугодные дела. И сила страха наказания, она больше, чем обещание будущих благ. Это вот все любвисты, все сектанты на этом стоят, они отрицают вот это вот страшное наказание. Бог не грозный судья. Он и грозный судья, и любящий отец. Одновременно. Вот это нам православным нужно усвоить. Не всем это вмещается. Как так? Бог кого любит, то он наказывает. Если любит, значит не наказывает. Он добрый папа. А мама злая, она меня наказывает. У нас такое понятие. Я так воспитывался. Отец меня никогда не наказывал. Он добрый, я его любил. Я даже песню пел, пусть всегда будет папа. А маму не любил, потому что она меня наказывала. Но спустя, чуть не сказал столетия, века, спустя время, я теперь понимаю, мама меня сильнее любила. Она меня воспитывала. Если бы она меня не наказывала, неизвестно, в какой бы я тюрьме сидел. Поэтому и Бог, кого любит, того наказывает. Кого болезнью, кого еще чем-то, скорбями. Бог-то знает, как нас выправить. Мы не хотим... Сережа, дело все в том, что не у язычников и язычников сравнивать нельзя. То, что Игнать Игнатьевич сказал, это как бы уравнение, самое истинное, теорема. Все решено и все. То есть, они от праведности свободны. Дело все в том, что времена язычников начинаются со строительства Вавилонской башни. Господь рассеял их все, эти языки. Остался только один язык, и вера. Этим языком разговаривал тогда весь народ. Вообще все люди. Но они башню строили для чего? Они возгордились и хотели достать до Бога, и ему свои... В общем, командовать Богом. Вот в чем дело. Они не просто так строили. И Господь сошел и посмотрел. Там говорится, пойдем, сойдем, посмотрим. Господь как раз троится, говорит о том, что он троится. И когда он посмотрел, он рассеял их. И все языки другие стали. Они рассеялись по всем государствам, континентам, там различным странам, весям и областям. И там они продолжили эту гордыню свою. Они же, видишь, сказали, и будучи мудрыми, обезумели. А сколько всего много в настоящем язычестве? Храм есть? Есть. Жрецы есть, как священники? Есть. А, скажите, оракулы, что делают оракулы там? Оракулы предсказывают, что сказал Бог. А Бог и невидимый, как бы, для них. Но они статуи начали ставить тогда. Ну, потому что невидимые, непонятно. Ну, вот видимый пускай будет. И дошли до безумия. Что, а какой видимый-то? Ну, как бы пострашнее что-то сделать надо. Нарисовать полурыба, полудракон там какой-то, полузмея. То есть, вот это и есть безумие. То есть, они что-то, сатана им оставил, и это то, что они помнили когда-то, еще, об книге бытия. Но, в основном, ну, первых главах, конечно. Но, в основном, это все было для того только, чтобы они прославляли, безумие прославляли свое. Вот в чем дело. Как получилось-то все. Они забыли указания Божьи. И только один народ сохранил, через Евера. Вот почему они евреями и названы, и Евера так прославляют, что он не возгордился, не пошел строить с ними эту башню. И остался с языком, этим общечеловеческим навсегда. И потом получилось богоизбрание еще от него. А остальные, вот они, обезумели-то от своей мудрости. Они думали, мудрые, мы сами дойдем до того, как правильно поклоняться Богу. Не будем писания этого слушать. И вот не послушали, и все. И вот, а греки, возьми, сколько там скульптуры и так далее. Это ли не мудрость? Да, конечно, мудрость. А побеждали там врагов своих, там, строй, там, оружие. Это мудрость? Да, конечно, мудрость. Оказывается, это безумие. Они начали полностью противоречить законам Божьим. То, что Господь им хотел сделать, чтобы они были мирными, чтобы там правильно питались, правильно поклонялись Господу, правильно, ну и так далее, чтобы дойти до рая. Они, наоборот, еще дальше ушли. Игнати, брат, давай, Игнатихович, дадим. Благодарим. Вот какое дело, что хотели они достичь до неба. Епископ Виссарион толкует так, до неба, ну, когда облаков не достроишь, а то до неба. Они говорят, что Бог сказал, плодитесь, наполняйте землю. И они решили построить эту Останкинскую башню, чтобы куда кто уйдет, заблудился или что, издалека ее видел и возвращался, потому что места хватало. Это вызов был Богу брошен, чтобы издалека можно было найти метку, где мы живем. Вот как объясняет. А до неба, ну, нигде это не написано, что до неба. Да они же понимали, до неба. А другие пишут, они в рот стрелы пускал в небо. Ну, фантазия. А что наполняет землю, об этом сказано. Этому было противление. Тут больше похоже. Все, отошел. У Соломона где-то описано, как появлялись боги вот эти. Не помню где, вот братьям уже подскажут. Прямо вот как вот люди, появлялись эти боги, которым поклоняются. Ну, это 30-е главы, там где художник вырезает бога, а из куска делает там бога и так далее. Да, да, да. Я что-то не совсем ловил. Что башню в Вавилонскую не до неба хотели построить-то? Цель-то у них какая была? Да неизвестно, где небо-то. До облаков не достроишь. Это выдумываются. Они хотели до неба. И где это написано? Все они были глупые, что ли? Они хотели, говорит, поставить знак себе, имя свое утвердить, что Бог сказал, размножайтесь, наполняйте землю, а мы никуда не поедем. В одной области будем жить. Дальше-то не шло, чтобы кто заблудился, издалека было видно. Вот она Останкинская башня. Вот что... Да до неба это просто гордыня и все. Вы что, правда до неба, что ли? Я что, совсем дурачок? И вот это говорит, что епископ Виссарион так и толкует. Просто очень высокую, чтобы показать свою гордыню, что они могут такое строить и все. Все равно на своем стоит. Просто строили, не до ничего. Цель была, говорит, одна, чтобы эти заблудели смогли найти место для них одна. А нет, просто строили и все. Вот это вот не никуда. Ой, так, ладно. Продолжим. Послание к римлянам, 1 глава, 23 стих. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобающий тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Пакование. Изменяющий, нежели изменить им нечто другое. Вот написано, что они изменили образ. Что-то у них из этого понятия. Да, подобное нежленному человеку. Вот еще раз. Давайте прочту. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и пресмыкающимся. Пакование. Изменяющий. То есть, это вот они язычники. Прежде, нежели изменить, имеют у себя нечто другое. То есть, они до этого не пресмыкающихся не имели. Имели, значит, они ведение. А были имели через то, через творение рассматривали, могли увидеть ибо убили и творца. Дальше. Но убили ироны в этой жизни, то есть, боги. И потом иметь нечто другое, вместо того, что имели, имели, и теряли, и то, что имели. Бог вообще у них теперь в этом понятии образа. Воззали же славу не дленного Бога, не человеку, не Сталину, не Гитлеру, но образу дленного человека. И что хуже этого, не зашли до присмыкающихся до таких образов, до их образов, образа и образа, цветы, образа, права. На такой степени обезумели они о знании, как оно надлежало иметь о существе, слово существовало с большой буквы, без сравнения, превосходя все. Они предложили их предмету, без сравнения, по незалейшему всего. А славу Божию составляет то, чтобы познавать, что Бог все сотворил, обо всем прошляет и прочие приличные умы. Кто же именно погрешил вязанном? Мудрейшие египтяне, ибо они почитали даже изображения присмыкающихся. Нарушение заповедей не создай себе кумира, не делай никакого изображения. И главное, сектанты это попали и нам это вот ткнули православным. Да и справедливо ткнули, потому что у вас вшай мастер и вы православие поклоняются иконам. И это нужно честно признать образам. не образом, а образам поклоняются. Не зная бытия, ничего. Мы сегодня на занятиях как раз перечисляли. У них на небесах и стомология есть, и все у них. И святой за все отвечает. Какая болезнь каждому этому молить. Но это ли не поклонство? Я не правил, молитесь. Здесь можно например, не идешь напрямую к начальнику. Сначала там замок, секретарь, посмирение ползает. Вот. У штаны не надо забывать. Сначала он сделал этого смену, на него посмотрит и из него и сделали. И Бог развеял это все. все же. Да не хватает 5-6 век до Рождества Христова. А это еще 2000 лет до Рождества больше. Почти. Физичество это очень древнее верование. Они золотого лица когда сделали. Да золотой лиц это 400 год до Рождества Христова. Уже до этого были изображения в других странах. Поэтому они подхватили что сделать. Чтобы на это клянуть. А то нам не знаем кто нас ведет. Вот все. По нет ни кого больше значения по этому стиху. Но там башни к предыдущему месту Сергей. Самое главное Сереж что они потеряли это то немногое что было тогда в истории человека и Бога. Бога и человека. Они это отринули практически все. Но так как без Бога никак не справиться они все-таки оставили поклонение хоть кому-то. А посмотри храмы и так далее. Когда Скинию получил народ Божий. 1400 лет до Рождества Христова только Скиния была. А храмы Артемиды уже строились там. Ну не Артемиды там другие святилища. Возьми египетские пирамиды. Это все поклонение было уже тогда вот этим рукотворным богам. Это были храмы. Это что явилось примером? Примером явился алтарь, который Сив построил. Первый человек, который понял, что надо поклоняться Богу и показать это ему. И он построил алтарь и поклонялся. Это в 3 главе, нет, в 4 главе в конце там написано. Ну вот о башне к предыдущему месту давайте зачитаем. Бытие 11 глава с 1 по 4 стих. С чего все началось это язычество на всей земле был один язык и одно наречие. Язычник от этого слова от языка произошло или другой смысл у него имеется? Да, от этого язык разговор разговор разные разговоры язычники те кто не имеет истинного языка. Вот эти строители башни это начальники этого язычества. Слово сказать масоны тоже строят чего-то там строили башню здесь они масоны ладо Имя, прежде нежели рассеяться по лицу земли. Рассеиваться они собирались, но имя им надо было. Им, наверное, толкование тоже схоже, кто толкует, что они не решили рассеиваться. Здесь что-то говорится, прежде нежели рассеяться по лицу всей земли. Что они потом передумали рассеиваться? А ты кто говорит, что они передумали? О чем здесь вообще непонятно? Я просто когда непонятно сказал до небес, я сказал до небес, а Игнативич подумал, что я придумал космос строить. Ну я не знаю, Игнативич откуда-то эти фразы. Ты по Библии сказал до небес, Игнативич в Библии приводит место Писания из Библии до небес. Ну что, читал, забыл или что? Ну просто не до неба же, ну не до облаков, ну что, ну только высокую башню. И чтобы эта гордость была человеческая, чтобы Библии были какие-нибудь. Можно сказать? Ну а в космос это непонятно сидит. Только самая. Да, да, да. А вот здесь до этого написано, он говорит, они кирпич выше чуть сделай, пожалуйста. Что? Они как бы в науку у них двинулись, и они изобрели кирпич. И они сразу фантастика у них пошла. Как вот у нас в космос, то есть изобрели какие-то технологии, и все, мы полетим в космос, Бог не нужен, планеты будут другие. И вот они тоже самое. То есть у них наука двинулась, был изобретен кирпич между камней, и смола вместо... И они сразу, у них эта фантазия, что мы сейчас посмотрим. Называется «Андрами обезумели» называется. Да, да, да. Ну то есть такое впечатление здесь, что они знали, знали о Боге, знали вот эту книгу бытия. Знали, что там был Адам, Ева, что Лоха разгневался и знал их. Ну все эти познания были, ну скорее всего, потому что во многих народностях там что-то такое подобное встречается. Но как видим, Слово Божие нам говорит, что они решили, возгордились. Ева, когда увидел змея, он сказал, будете как Боги, только съешь этот плод. Построим что-то великое, и будем тоже как Боги. Ну тот не могло что-то. А на самом деле получилось так, что вообще это было истинно. Ну Господь это имел, когда разгонял их, вернее давал языки эти каждому. Ну и вот еще Седьмой Вселенский Собор высказывание. То есть нужно поклоняться не образам, не образам, а первообразу. Да и Богородицы тоже поклоняться к Богу это неправильно. И почитать, как родишь, без спасителя, будут облажать мне все роды. Только на этом основании у нас идет ее поклонение, как Бог, Бог спаси. А в детстве Гнатиха ничего не вспоминал. И Божья Матерь Никола Угодник и Иисус Холестовец так и верили. И Божья Матерь, он тут всегда вышел. Почему? Матерь, она старше. Это главный Бог. Те он два, пока меньше. Что это? Матерь, верный, язычество или невежество. Вот так. Многие так по 10, по 15, по 20 лет в храм ходят, и знаний нету. Попы учат. Ну, а дальше... Точно так же язычество и начало иметь место. Тоже люди потихоньку начали забывать истинного Бога. Тем более разные языки за пределы ушли куда-то. И носители этого воспоминания, которая была вместе с Евой, и дальше там, потоп, тоже отошло. Ну, кто-то остался в каждом народе истинное потопе. И полный потоп, или там сильное наводнение вот тут. Там просто юнь, который там остановил эту воду. Это не знаю даже какой век там. Так. И так далее. Ладно, давай, брат, продолжим. Интересно сейчас будет, что с этими язычниками сотворить. За ихнюю мудрость, за ихнюю сокомерие. Бог гордым противится, запомните, дорогие. Смиренно дает благодать. Не годитесь никогда. Всегда... А вдруг он прав? По поверности. Но это не говорит, что не имеется в виду веков, что они должны отстаивать. Что касается догматов православия, здесь, да, убыть, не поддавайтесь. А вот такое второстепенное, ну, может быть даже мудрее, когда вступили, потому что столкновение и любовь к этим соседям не доводят. Говорят, спор рождается истина. Спор – это спор. Суд и распрямо рождается. Брат, убийство – это война. Поэтому... К споре тот, кто ничего не знает. Язычники спорили с Богом. Они хотели там печенье, они думали с твоей мудростью. Ничего не получится. И давайте читаем, что дальше произошло с ними. 24 стих. То и предал Бог в похотях сердец их нечистые. Так что они сквернили сами свои тела. Они закранили истину Божию ложью. И поклоняли и служили тварь вместо Творца, который благословен в веки. Аминь. Слово предал, Бог предал, оно вместо попустил. То есть, Бог сильно их в эту нечистоту и в эту скверну не таскал. То есть, кто попустил их? А, хотите без них мать? Мать. То есть, допустим, ну, папа помогает там ребенку. Ну, вот он только-только начал ходить. Давайте я сама помогу. Законно. Раз, идем. Я сама. Упал, нос расхватил, плачет. Ну, ты же еще ножки маленькие. Надо было с папой на ходу ткань попасть и не рваться. Ножки бы упрепляясь и выходил. Нет, сама. Вот, например. Так же и у них. Божня. А зачем Богу? Ну, кирпичи у меня не делал. Мы сейчас выше Бога сделаем. Божью себе. Слово «пред» употреблено в метод «попустил». То есть, плохо попустил эту гордыню. Водно тому, как врач. Вот еще один пример интересный. Пользующий больного. Видя, что он не брежет от детей и не слушается его, предает его большую волю. То есть, оставляет его, пропускает его в метод собственной воли и таким образом не освобождаться от болезни. Хорошо слышно? Пишите. Звук хороший. Сереж, что-то у тебя. Звук хороший. Нет. Впрочем, выражение «предал их» разумели так. «Предал их обиде и дерзости, причиненную ими Богу», подобно тому, как говорит. Какого-то погубили деньги. Так как деньги не губят, но злоупотребление ими. Или слово разводило царство. То есть, злоупотребление царства. Итак, язычники преданы чистоте собственным непотребствам. Так что, не было надобностей в других, которые бы оскорбляли их, но они сами причинили себе оформление. Ибо таковы нечистые страсти тебе. За что вы преданы нечистки? За то, что оскорбили Бога. Ибо кто не хочет знать Бога, тот чёт, тот сейчас развращается и в нравственности. Как и Давид говорит. «Сказал безумие в сердце своём, нет Бога. Потом они развратились и совершили гнустое нета». Псалом 13, 1 стих. «Они изменили то, что поистине принадлежало Богу, и приложили это к ложным богам. Поклонялись, поставлено вместо, воздавали честь. И служили вместо, оказывали, служили делами. Ибо это означает, честь оказывали ему на деле. Не просто сказал «поклонялись и служили твари, но вместо Творца». Вот на это тоже нужно обратиться. «Если не вместо Творца, мы святым поклоняемся, почитаемым, не вместо Творца. Поэтому мы не идолопоконники. Нас святы зря в этом упрекают. Не вместо Творца. Мы почитаем святых угодников Божьих. И Творца мы не исключаем Бога». Вот дальше, послушайте. Не просто сказал «поклонялись и служили твари, но вместо Творца». Увеличивая вину сравнением. Так, тут у многих говорят звук плохой. Может быть, давайте я видео отключу. У Геннадий Тихонич тоже может быть из-за этого. Тридцать человек, двадцать шесть. Может быть, из-за этого плохая связь. Нет, хороший звук, хороший. Это у Сергея. Хорошо слышно, двадцать девять человек. Двадцать девять. А у кого плохо слышно, то у меня отлично прям аж звенит. Ну все, нет, кто-то тут… Проблемы со связью есть у кого-то тут пишут. Ладно, читаем дальше. Прошу прощения. Не просто сказал «поклонялись и служили твари», но поклонялись и служили твари вместо Творца, увеличивая вину сравнением. Несмотря на то, говорит, «Бог благословен во веки», то есть немало не потерпел вреда от того, что они оскорбили его, но есть благословен во веки непоколебимо и несомненно, ибо это значит аминь. То есть вот он впереди сказал, что они заменили истину Божию ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, но это оскорбление Творцу ничуть ему не подтвердило. Дальше Творец с большой буквы, который благословен во веки аминь. Как бы мы Творца не оскорбляли, Его слава от этого никак не увядает. Распяли Иисуса Христа, позорная смерть, хотели Его опозорить, унизить, оплевать, и это все Бог превратил в необычайную славу. Миллиарды христиан уверовали в распятого и воскресшего, и прославляют Его по сей день. Несмотря на то, что другие хотят Его по сей день унизить, и оскорбить, и мучение Его оплевать и оклеветать. Ничего не вышло. Так же и у язычников ничего не получится. Безумие их не обнаружится. Как обнаружится, читаем дальше. Двадцать шестой, двадцать седьмой стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчина, делая сра и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Вот оно, ЛГБТ. «Опять говорит, что Бог предал их страстям, потому что они служили твари. Как в учении о Боге они развратились, оставив руководство творения, так и в жизни сделали гнусны, оставив удовольствие естественное, которое всего удобнее и приятнее, и предавшись удовольствию противоестественному, которое всего затруднительнее и неприятнее». Это означает слово «заменили», которое показывает, что они оставили то, что имели, и избрали иное. Итак, великим обвинителем того и другого пола представляет природу, к которой они приступили. «Высказав сокровенно о женщинах нечто постыдное и такое, что непристойно высказать ясно, говорит о мужчинах, что они разжигались похотью друг на друга, показывая, что они предались сладострастью и неистовой любви. Не сказал же, вожделение делая, но срам, показывая, что они поругали природу и разжигались похотью, сказал с той целью, чтобы кто не подумал, будто болезнью их было одно вожделение, делая срам». «То есть ревностно предавшись нечистоте, совершая ее на самом деле, и получали возмездие за отступление от Бога и идолопоклонническое заблуждение в этом самом сраме и в этом самом удовольствии, имея в нем как противоестественном и полном нечистоты наказание для себя. А говорит это Павел потому, что нельзя еще было убедить их в существовании гиены. Если, говорит, не веришь учению о гиене, то верят тому, что наказание для них заключается в самой нечистой деятельности». Ну вот такая причина пугать вот этими... «Сережа, Сереж, там кестр не может попасть к нам на беседу». «Сереж, там кестр не может попасть к нам на беседу». «Так, что нам... Так, пожалуйста, по прочитанному, у кого какие...» Да что-то неохота об этом сильно рассуждать. Тут понятно все об этих похотях. Ну вот это, мне кажется, любой грех, можно так посмотреть. Вот курит человек или пьет. Вот в нем уже наказание за это и есть. Он убивает свое тело, убивает себя, именно за его веру. На то, насколько он правильно верит, насколько он уверовал. То есть человек уверовал во Христа, Христос его освобождает от этих наказаний. А человек не верует, и вот он в этом во всем пребывает. И это уже в нем, вот эти грехи, которые совершают, уже есть его наказание здесь тоже. Ну вот здесь вот о пугании вот этим, вот раз они не верили в гиену, и вот оттолкователь говорит, что апостол Павел пугает их, будущих христиан, если вы вот опять вот к этому идолопоклонству вернетесь, вот смотрите, что с вами может быть. Вы станете вот этими вот гомосексуалистами и лесбиянками, по-нашему сказать. Вот Елена Голодыщук недавно ролик скидывала, где белорусский президент, когда вот хотели вот этот закон ввести, чтобы контролировать семьи, там, семейное насилие. Он говорит, зачем нам этот закон, мы в семье сами пусть люди разбираются, у нас традиции. Ну взял ты ребенка за ухо, поставил в угол, ну не надо его отрывать, ну с любовью ты это сделал, ну зачем кого-то пускать в семью, чтобы вы их контролировали. Сегодня вот у нас вообще не разбирали, семья, вот Нестор присоединился. Хотя тут в школе за ними смотреть, вот как-то они неопрятно одеты, кто-то они голодные, вот им надо вот сейчас наблюдать за всеми. За собой в первую очередь наблюдать, вы в Бога верите. Такой в школе творительство притесняет гонение на мальчишку, а они вот это самое. И вот, если ребенок, ну у нас как-то в России, в Европе, он говорит, вы хотите как в Европе что ли было? Мужик на мужике женится. Вот он хотя бы вот этим остановил, вот этих депутатов. Вот так бы протолкнули бы этот закон и ходили бы у нас. Сколько уже лет говорят про эту ювенальную юстицию, но нет пока этого. То есть традиции пока еще держатся. Традиционная семья, муж-глава, патриархальная. Ну правда равноправие вот это все затмило этот матриархат. Но это другое, но главное семейные ценности в России, они чтутся. И вот наш, правда, президент оставил семью, конечно, это нехорошо. А белорусский-то вот этот, Лукашенко-то он прям ратует за это, радостно. И вот нам, детям, хотя бы если не верят они в гиену, вот эту мерзость, гнусность, то вы хотите вот такими быть, как в Европе, посмотрите на эту гадость. Сейчас они на гей-парады, они голые ходят. Гнусность она, срам. Вы хотите так же будете, когда вот этих некромантов играть в игры? Грешить против Бога? Что с вами будет? Ну вот сегодня страху навели, ну раз, вот все, ребенок пришел. А иных страхом спасать. Страх это самое лучшее средство. Бог, прежде чем, говорит, не вкушайтесь смертью, он уже страх навел. Задача дьявола убрать этот страх Божий. Не бойтесь, он вас не убьет. Ешьте, будете как в Боге. Будет у вас все хорошо. Не верьте ни в какого Бога, ничего нету. Жизнь одна, бери от нее все. Это дьявольские слова, не слушайте. Бог обязательно накажет и покарает, и будет мучить в вечном огне любящий Бог. Пугает нас гиеной, чтобы спасти нас от гиены. А дьявол говорит, нет никакой гиены, чтобы в нее вечные муки нас заполкать. Так, Марина. На возжаление закрыты веки ставни. Непонятно, что имеется в виду. Вот еще студентов пугали, чтобы они не блудили. Вот есть такая, когда жеребенок с зеброй, а потом и, как это называется, там он вылетел из головы. То есть, если кобыл покрыл жеребиху, и ничего у них не получилось, то есть, смысл детям внушить, если они не верят в гиену, то есть, если ты будешь с мужчинами, с другими спать, вот эта информация в тебе останется. Потом ты замуж выйдешь, а ты с негром спала, и от этого мужчина родится негритенок. Вот такой страх. Генетика? Нет, не генетика. Телегония, по-моему, называется. Да, 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 Телегония. Телегония. Да, Телегония. Правда это, неправда, но это работает на некоторых студентов. Она действительно, страх родить от русского, какого-нибудь там грузина тоже, раскроется и, может быть, это удерживает. Здесь и нам апостол Павел тоже толкует, но не верят они в гиену, но хотя бы вот этим срамом их напугать. Смотрите, что с вами будет за вашей долопоклонства. Будешь в эти игрушки играть в акроматов, станешь гомосоциалистом, будут тебя на зоне опустят и все. Не боишься, нисколько. Продолжай дальше играть. Раз в гиену не веришь. Хотя бы в это поверь. Свяжешься с плохой компанией, сядь в тюрьму, отпустят тебя и будешь у параши сидеть. Петухом на зоне. Не страшно? Не страшно, что играю в игрушки дальше. У них приспаска есть. Один раз это ты не ананас. Да, да, да. И все. Это раз или вилкой в глаз. Что он выберет? Он посмотрел, а что-то у вас никого вилкой нет. Вы все такие, что ли? Есть такой анекдот. В общем, причина этой гнусности поклонялись тварьи вместо Творца. Бояться этого надо. Это нарушение прямой заповеди. Не создай себе кумира. И вот дальше. 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Толкование. Вот в третий раз повторяет ту же мысль, употребляет то же слово, говоря, предал. Причину того, что они оставлены Богом, везде представляет нечестие людей. Как и теперь поступает. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их страсти. Оскорбление, говорит, причиненное ими Богу, было не грехом неведения, но намеренным. Ибо не сказал, поскольку не познали, но говорит, и как они не заботились. То есть решили не иметь Бога в разуме и добровольно избрали нечестие. Значит, грехи их, суть грехи не плоти, как утверждают некоторые еретики, но неправильных суждений. То есть еретики считают, что гомосексуализм – это болезнь. Нет, он неправильно рассуждает, ему Бог не нужен, и поэтому вот все от этого идет. Сначала они отвергли познание Бога, а потом уже Бог попустил им даться в превратный ум. Перевернут, с ног на голову, все. Мужик на мужике женится – это любовь. А то, что у вас – это отстой. Чтобы лучше истолковать выражение «предал их Бог», некоторые из отцов воспользовались прекрасным примером. Они рассуждают. Когда кто-нибудь, не желая видеть солнце, закрывает глаза и потом падет в яму, мы говорим, что не солнце, которого он не видит, вергло его в яму. Но человек упал в яму не от того, будто солнце вергло его туда в сердцах, но от того, что оно не осветило его глаз. А почему оно не осветило его глаз? Потому что он закрыл глаза. Так и Бог предал их постыдным страстям. Почему? Потому что люди не познали его. А они почему не познали его? Потому что не рассудили и не решили познать его. Все, кто сегодня не хочет изучать Слово Божие, всех, кто отворачивается от занятий по изучению Библии, все могут, вот Бог может попустить, и вот они станут вот такими вот гнусными развратниками и ужасными людьми. Мерзкими. Срамцами. Кто отклоняет Слово свое отслушивание закона, того и молитва мерзость. При этом они могут молиться, ходить в православные храмы, бенчаться даже там, мужик на мужике. Ну, пока еще это не дошло до этого. Но, однако, в протестантских церквях уже мы видим это. Любовь. У них же любовь. Превратный ум. То есть они мерзость называют любовью, а любовь называют мерзостью. Володя провожает. Ребятишек из нормальных семей забирают, чтобы их воспитывали вот эти вот срамцы. Пошли благослови его, Господи. ЛГБТшники. Вот до чего мы дошли. И дальше им дают детей. Это вот последние времена уже все. Такое нечестие Бог дальше терпеть не будет. Он просто сожгет все это, все это мерзость и все. И будет новое небо и новая земля. И не будет этого. Чего не будет, сейчас прочитаем. 29-й, 31-й стих. Первое послание. Послание Кремлян, первая глава. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Толкование. Заметь, как усиливает речь. Называет их исполненными, и при том всякой неправды, то есть достигшими крайней степени всякого порока. При том исчисляет и виды порока. Блуда. Именем блуда обозначает всякую вообще нечистоту. Лукавство. Это коварство против ближнего. Корыстолюбие. Это вожделение имений. Злобы. Это злопамятство. Исполненные зависть и убийства. Убийство всегда происходит от зависти. Так Авель убил по зависти. Иосифа хотели убить по зависти же. Распри. Обмана. От зависти происходит и распри, и обман. На погибель тому, кому завидуют. Злонравие. Глубоко скрытая злоба, забытая по какой-то доброте. Злоречивы. Тайные наушники. Клеветники. Явные поносители. Богоненавистники. Ненавидящие Бога или ненавидимые Богом. Обидчики. Самохвалы. Горды. Восходит к твердыне зол. Ибо если гордящийся добрым делом и губит его гордостью, то во сколько более губит он его, когда делает зло? Такой человек не способен раскаяться. Знай же, что величавость есть презрение Бога, а гордость презрение людей, от которого рождается оскорбление, ибо презирающий людей оскорбляет и попирает всех. Гордость по природе предшествует оскорблению. Но нам сначала становится явным оскорбление, а потом уже делается известную мать его гордость. Изобретательны на зло, ибо недовольствовались сделанным прежде злом, откуда опять видно, что решили не по увлечению, но намеренно и по собственному расположению. Непослушны родителям. И против самой природы, говорит, восстали. Безрассудны и справедлива, ибо могли ли понять что-нибудь те, которые не слушались родителей. Вероломны, то есть неустойчивы в договорах. Непримиривы, немилостивы. Корень всех зол есть самое охлаждение любви, ибо отсюда происходит, что один с другим не мирится, один другого не любит, один другого не милует. Об этом и Христос сказал. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих. Сама природа соединяет нас друг с другом, как и прочих животных, но люди не поняли этого. Есть у кого что сказать? Ну вот мы до этих времен дожили уже, все, что ты перечисляешь. Не расслышал еще раз. Я говорю, до этих времен дожили, вот апостол Павел говорит, какие вот будут люди. Изобретательные на зло. Само зло им мало еще придумывают, все больше и больше убийств особенно. Ядерную бомбу придумывались до того, что теперь одним рощек, одной только нажатием пальца уничтожится вся земля. Хорошо, что Господь не предусмотрел этого. И мы можем пока спокойно жить, молиться. Но все равно будет столько катаклизмов всего. И Москва сгорит, и много другого чего погорит. И все это будет на наших детях, и может на нас самих еще отразится. Вот в чем дело. Это злоба вся. Непослушание родителям, что значит. Вот это вот все безумие их, вот оно во что выливается. Такое впечатление, что вообще ничего доброго в сердце человека не остается. А что называется добрым, то по сути своей недоброе. То есть подменили любовь настоящую, любовью ненастоящей, которая как бы греху присмыкается перед грехом, смиряется перед грехом и поддерживает грех. И назвали эту любовью. Ну даже самое простое, они могут милостыню подать. Пока Игнатий Тихонович не объяснил, никто и не понимал. Всем подряд сыпят в кружку эти мелочи этим алкоголикам, тунеядцам. Вот он, какой страшный грех, этот идолопоклонство. Это оскорбление Богу, то есть славу воздаем другому, а не Богу. Он и Господь называет мир грешный и прелюбоденный. То есть этот мир изменяет Богу, Творцу с другими богами ложными. Как жена мужу изменяет, муж жене, это нам более понятно. А как Богу изменять, то есть вот пример такой. Церковь невеста Христова, но она грехами может изменять Богу, и Господь наказывает ее. Я Бог ревнитель. И как? Хочешь с другим Богом? Пожалуйста, вот что с тобой дальше будет. Тебя будут презирать. А сейчас дожились до того, что в Европе презирают традиционные семьи, а эти прославляются в них. Тьфу. И певнут нормально, то сюда. Сережа, церковь всегда святая, непорочная написана. Не церковь он наказывает, а тех людей, которые в ней пытаются подменить божественное своим по гордости. Церковь он Господь не наказывает. Она не может быть наказана свята, она его невеста. Но Ветхозаветнюю церковь на Господь же наказывал. Во что вас бить еще? Вся голова в язвах. Разговор идет о народе, когда там Галифия, Галифа, там все это о народе еврейском идет. Боже, еврейский народ, это и есть была Ветхозаветняя церковь. Все евреи были обрезаны. А что значит обрезание? Брат, церковь невозможно наказать, церковь она есть, церковь. Как только ты начинаешь грешить, ты вне церкви находишься уже. Он же сказал, я созижу церковь свою. А до этого какая-то церковь была? Синагога, храм Божий у Соломона был. А церковь только при Иисусе Христе была создана. Ну, эпитемия же у нас. Есть церковное наказание, церковь. Если есть наказание в церкви, то как вы можете это отвергать? Если попы это отвергли, нигде эта эпитемия не соблюдается. Я испытал на это себе. Я был... Это другой совсем разговор. Церковь святая непорочная, Сережа. Я согрешил, меня Бог наказал. Я вернулся в церковь. Был вне церкви. Ну, молодец, правильно. Так и надо говорить. Вот он, живой пример перед вами. Как Бог церковь не наказывает? Святая непорочная. Ну, не наказывает Бог церковь, еще раз тебе говорю. Чего ты опять начинаешь одно и то же? И про эпитемию только что говоришь, что из церкви я впадаешь. И опять одно. Ну, это наша все церковь. Это ограда церковная. И вошел, и вышел, и пажик нашел. Ну, нельзя церковь разрушить. Церковь это тело Христова. Что ты придумаешь по ходу-то? Наказание это не есть разрушение. У вас наказание ассоциируется с каким-то прям убийством таким. Ну, наказывает любя, может. Бог кого любит, того наказывает. Чего он церковь свою не любит, что ли? Это подкаблучники только так говорят, что церковь ассоциируется с женой. Жену нельзя ни в коем случае наказывать. И все, все, все. Ты какую-то ересь сейчас говоришь самым натуральным, я тебе точно говорю. Ты немножко пересмотри это. Что ты имеешь в виду-то? Как наказывает церковь? Чем? Что ты? Место писания найди. Да я себя в пример привел, живого примера. Да ладно, хватит ты про этих женщин. Перестань. Про кого мне еще говорить? Поместные церкви наказывают. Поместные церкви наказывают бог, поместные. Но это не ту церковь. То есть, это отделяет он, сдвигает светильник, как в апокалипсии написано. Сдвину светильник. Наказания все затрепетали. Да мне вон Игнать Тихонична всыпала розык. И что? И нормально себя чувствую. Что вы трясетесь-то от этих наказаний? Женщина меня била, мужчина. И что? Я что, помер от этого, что ли? Или что? Прямо затряслись все. Давайте, Игнать Тихонович. Может, я и не прав, конечно. Вам слово. Внимательно только слушайте. Вы когда считаете апокалипсис, и там говорится, какие называют церкви, не наказывают только одну седьмую часть, Филодельфию. Все остальное опрокидывает. Бог так карает. Не только потому, что кого любит, то он наказывает. И свое тело. Тело это мистическое тело. Не надо понимать буквально, что сам себя бьет. А что наказывает? Написано, и суду начается с Дома Божия. А далее, если праведник и я стоит, то нечестивый где явится? Бог очищает. Ну, мы начнем сейчас тут говорить. 475 тысяч было убито римской властью христиан. Но это все канонизированы. 475. То есть самый свет церкви. Все наказывали страшными казнями. Раздирали тело, дробили кости. А это разве не церковь? Церковь состоит из отдельных членов. И члены эти мы знаем. Екатерина, Варвара. Ну, я насчитывал жития. Как не наказывают-то? А как? Ощищают. А теперь мы считаем 6 глава, 9 стих. Открой откровение. Прочитай. Уже на небе. Уже спорить не приходится. Они на небе. Это церковь. И что? Все до одного безглавлены. Да как так? Нам не надо судить так. Бог знает как. Ранний и поздний дождь посылает. Где-то выжигает, где-то вырывает. Ну, разве это не церковь, которая на небе-то? Ну, ясно, что церковь. Ну, считай, 6 дьявол, 9 стих. Ну, ясно, что церковь. Я увидел, что жертву убиенных за Слово Божие и за Слово Божие и за Слово Божие и за Слово Божие. И нам просто надо сказать аминь и восславить, аллилуйя, воспеть. Все, вот возьми рекорд в этом был Климент Анкирский. Двадцать девять лет и одиннадцать месяцев. Ни одной части тела его не было, которое ему принадлежало. Это заново наросло. Что из него вырывали? Он церковь или нет? Это епископ. Да. Анфим не комедийский. Тридцать две тысячи сразу сожгли. Это церковь или нет? Что это вы, ребята, вначале рассуждаете? Сергей Павлович абсолютно право рассуждает. В данном случае я вам примеры говорю. Из жития святых и из Библии. Наказывает. Кого любит, то он наказывает. А любит кого? Ей, гряди, Господи Иисусе. И дух и невеста говорят, приди. А невеста что? А невеста прошла изогненное испытание. Время Антихриста. Мухи такие, что святые говорили, будь живы. И мы в то время не устоять бы, наверное. Это не надо понимать, что не любовь. А как он наказывает? Никак наказывает и всё. Некоторые вообще Бог никого не наказывает. Там в Росе пишет. Мы сами себя грехами наказываем. Не надо. Бог говорит, отвергну тебя. Ну, считай 15-й, 6-й стих к Еремии. Прочитай. Книга про Рок Иеремия. Тебе сколько? 15-я глава, 6-й стих. Ну вот и решай, наказывает или нет. Кто это, церковь? Она отступает. Мы спасены в надежде. И Господь не отвергает наказанием. А что, в церкви люди, которые вошли в церковь, были руководители, не отступали? Сколько угодно. Жития святых переполнены этим. И Господь наказывал не по гневу, по любви. Если такой отец, который не наказывает детей, если остаётесь без наказания, то вы не дети. Если не наказывают, то это не церковь. Не церковь. Церковь именно страданиями заходит туда. Мы прочитали. Да коли не мсишь. Обезглавленная явно что на небе, и явно что церковь. И все обезглавленные, и всем хотелось жить. Вот, ребята, тут не надо ни о чём спорить. Просто Священное Писание знать, и оно подскажет. Господь прямо в первую очередь наказывает церковь. Так. Суду начать, Суду Божию. Ещё раз говорю. Если праведник ему остаётся, то где грешник явится? Ответа нет. Праведник едва остаётся. И без наказания Бог не оставляет. Ощищает. Нельзя понимать так буквально. Тут не буквально. А именно наказание, да. Те же самые наказания. Мещи, серпы, колёса эти. Всё прошло по ним. Свиньям главное. Щрево вспарывает его, а он канонизирован. Представь, щрево спарывает, а он живой. Сыпят туда пшеницу и голодным свиньям дают, чтобы они ели его вместе с пшеницей. Так это церковь или нет? Ну а кто же, если 32 тысячи сразу сожгли? Некомедий. Вот он от ним некомедийский у нас назван в честь всего церковь. А кто их наказывает? Бог, конечно, Господь допустил. Это Божья рука простёрта, полюби к ним. Проступай, Серёжа, дальше. Правильно. Это другой разговор уже, понятно. Бог попустил, это другой разговор. Да, да. А то прямо слово наказывает, непонятно. Он прямо говорит, простру руку на тебя. Прямо говорит. Бог простирает руку. Допускает. Это воля Божья. И с этим надо согласиться. Сейчас считали мы 15-6 Еремея. Ты отступил от меня, я простру руку, я устал миловать. Устал. Ну не надо понимать, что Бог устал. Антропоморфизм на каждой строке. И Господь говорит, без наказания не оставлю, но милости мои не отниму. Считай 88-й псалом. Прямо говорит. Я накажу тебя, но не оставлю. Слово моё остаётся целым. Ради Давида, раба моего, я помилую вас. Это всё от Бога надо принимать. Я целую тебя, бьющую руку. А как бьёт? Ну пришли коммунисты. 200 архиереев сразу взошли на небо. Мучает? Да, конечно, мучает. А что? Господь. Господь наказывает через Гитлера, через Сталина, через всех. Всё. Не грехи. Грехи, когда мы делаем. Тут мы сами себе влечём. Они и грехи не делали. Возьмите вот этот Елисавета Марфинская обитель. Что она сделала? Ничего не сделала. Как могла ей, Накиня, Варвара с ней? Их бросили в шахту. Им тоже жить хотелось. Господь наказывает. Прямо написано. Наказывает. Простру руку на тебя. Кого любит, Господь наказывает. Он любит церковь святая. Того наказывает. Уже не поминает ни Сталина, ни Ленина. Бог наказывает. А как? Руками этих правителей. Вот и всё. Стало на место. Поехали дальше. Так. Ну, часто у нас прошёл уже давно. Благодарим вас, Игорь Тихонович. У кого вопросы, Игорь Тихонович, пожалуйста, задавайте. Сегодня много народу. Возможно, будут. Геннадий Сергей, у меня такой вопрос. Бог Отец наказал своего Сына Иисуса Христа или предал его за грехи смерти? Сергей Егорович, вы глубоко верующий человек. И вам доказывать проще всего. Когда Христос на кресте возопил «Отче, для чего ты оставил меня?» Оставил или не оставил? Если не оставил, значит, Христос не знал, что говорит. А если оставил, значит, всё встало на место. Оставил. Потому что Он в очах Господних был таким преступником. Минутку. Бог взял на Себя грехи мира, как человека. Его надо было наказать. Володя батюшку провожал. Всё, проводил его. Помолиться надо, что за путешествующая. Поехал. И вот здесь. Если мы верим написанному, значит, только сказать «Аминь, Аллилуйя». Больше не надо ещё говорить. А как это понимать? Не знаем как. Но именно так оставил. В глазах его он был как самый великий преступник и грешник. И прелюбодея, и убийца, и абортницы. Мы не знаем грехи, какую силу имеют. Вот я сколько раз уже говорил. Ну, понимаете, что у меня сад. И растёт там, ну, допустим, редкое дерево. Я гранатовые яблоки посадил. Ну, зашёл ребёнок, сорвал одно яблоко или два там, не яблоко это. Что я могу сделать? Ну, самое большее, если он поломал там, отодрать его. Второе. В пазаху ему побольше дать. Ну, что сделала Ева-то? Что там, было плодов или нет? Ну, просто так вот. Воображай. Вот. Они любимцы Бога. Они в саду. Ну, дерево запретное было. И в ту же, тоже, вот она сорвала. Не ела. Ещё ничего не изменилось. Но уже всё затрепетало. И она подносит ко рту. Губами коснулась её. Давайте так, медленно-медленно, в замедленном темпе посмотрим. Ещё всё такое же, как есть. Но она вот хрустнула, отпустила и рыжевала. Что случилось? Мировая сверхкосмическая трагедия. Все животные сделали смертными. Все люди смертными. И наказание такое, что в день, в который вкусишь, смертью умрёшь. Не Ева Адамом, а всё человечество. И уже умерло. Из-за этого одного плода больше ста миллиардов людей. Миллиардов. Нам никогда не понять, как это может быть. Так животные, микробы, всё смертное, всё убирает. Всё из-за этого. Но освобождены вот от рабств, от ленив, от свободы славы детей Божьей, пишет криминам. Да, да. А вот теперь отсюда мы чуть-чуть можем понять силу любви Божией. Да к Богу что нужно? Говорят, юридическое право, как католики. Не надо никаких слов говорить, просто верить, написанному в Святой Библии. В Святой Библии говорится, умер за грехи мира. Евангелие от Иоанна, первая глава, 29 стих. Это эпиграф к картине Иванова «Явление Христа народу». Вот агнец Божий, который берёт на себя грех мира. Мира всего грех. А что это такое? Не знаем. Весь мир умер. Если того греха хватило, чтобы все умерли, то жертвы Христа хватило бы на миллион галактик. Ещё больше. Он единственный безгрешный. Когда считаем второзаконие, 19 глава, 19 стих. Если судья был неправ, свидетель ложный. И будет доказано. Он подводил под расстрел этой статьей. Да, расстрелять его. Вот как. Это очень и очень непонятно и очень и очень серьёзно. Как это так? Из-за одного... Я буду верить, и что, даром дал? Да вот нашли даром там это. Сыр в мышеловке. Разные слова люди говорят. Но именно так. Не делами оправдались, а верою. Верующий в Сына Божия иметь жизнь вечную. Вечную. Только верой всего, да. А что мы сели? А вот Иоанн Златоус это увидел. Что у погубитель человека сатана воспользуется трезубцем. Вот трезубец, когда там со шпорами там рыбу где-то ткнут, чтобы вытащить. А как? Дева, древо и смерть. Дева Ева. Древо познания добра, зла и смерть Адама. В Анаме все умирают. Христос вырвал трезубец и ударил дьявола. Дева, древо смерть. Дева Мария, древо Христа животворящего и смерть Христа. О! Он будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать в голову. Тут исполнится в пяту, то есть что-то земное, где мы касаемся земли. Все. Другого нет. Надо это принять так, как гимн, какой любви Божией. Самая великая радость. От самой страшной смерти избавил вечной, отвергнутой. Спаси Христос, Игорь Тихонович. И у меня последний вопрос. Да. Когда Отец Небесный отсекает от Иисуса Христа лозу, не приносящую плод, то он отсекает часть тела или нечто другое. Как нам говорит Писание? Мы только слова говорим. Всякую лозу, которая нам написано, кто будет веровать. Я лоза на какую... Слышишь? Веровать в это, но не понимать. На понимание нету никаких нигде данных. Даже слова нету. Я просто поверил. А можно доказать? Ничего не доказывается. Ничего нельзя доказать. Я поверил, что был Христос. Я поверил, что рожденная Дева Мария, она родила, осталась Девой. Как проверить-то? Гинекологи проверяли, что ли? Нет, конечно. Церковь приняла. Вселенная так верит. И я верю. Доказательств не надо мне. Не надо. Их нету. Обман. Вот и все. Вот я могу только похвалиться моим Господом. Мне в первый же день, когда я уверовал, как будто кто-то щерепную коробку снял, вытряхнул все, промыл и положил свое. Я ни разу не спорил с католиками Афелиоквы. Ни разу. О волях, с монофизитами, с монофилитами не спорил. Почему? Я православный, с этим сказал все. Я должен делать и верить. И так легко на душе я никуда не пошел. Не понимаю. Я никто не понимает. Ни Златоуст, ни Павел, никак. Это превышает разум человеческий. Мы просто рассуждаем хотя бы какие-то примеры взять из жизни. Бог Господь особенно сурово наказывает церковь. Почему? Потому что ее надо очистить. В гарнире испытания. И Давид говорит, испытай меня, выйду, чист, как золото. Короче, наказание и испытание это одно и то же, да? Конечно. Если испытание есть, казнь, тело разрывают, чтобы приблизить к себе. И они вот взяли вот это уже понятнее. Житие святого Никиту. Они, родственники, пришли, а у него вериги висят, но он кланяется, они же шаркаются по телу, по одежде-то. Ну и блестят. Они подумали, что они там серебряные или золотые. А он сделал не вверх в столб, а вниз в подвал. Понаре спускался и там молился. Но они как-то проникли к левой и убили. И цепи эти утащили. А когда убили? А ничего и нету. Так мало того. Считаем даже такое, когда кости сжигали, как сорок мучеников, бросили, чтобы они сгорели. Теперь из костра, чтобы не достались, развеяться. А они ночью дают такое сияние, как радуга. И все равно христиане нашли эти кости, похоронили, посчитали. Да не может быть. Может быть, потому что это мой Бог все может делать. Он сказал, значит, сбылось. Испытай меня, Давид, говорит, испытай, как наказанием, конечно. И Господь сразу три наказания ему дал. Выбирай любое. Ну это, конечно, редкий случай, но это именно так и было. Три года, три месяца или три дня. Он избрал три дня за счет других. Бегать месяцами не пошел. А что, его подчиненные совершенно никакой роли они не играли в его грехопадении. И Господь настал какую-то болезнь, чуму. И сразу начали там же у гумноофры падать люди. И он испугался. Но его Господь как будто бы мимо прошел. Он восславил Бога. И как это? Справедливо? Не справедливо. Справедливость будет на том свете, Златоуст говорит. А мы должны и здесь сказать, ты прав, Господи. Суды твои праведные. Семикратно в день прославляй его за суды. За суды правды его. Правильно, Игорь, как сказал-то? Равнозначно? Да, равнозначно. Это одно и то же. Если такое, говорит, дети, чтобы их не наказывал отец, а мы его дети. А если наказания нету, наказание прям написано, наказывают. Наказание-то наказан. Если наказано, то мы не дети. Мы чужие, называясь, суразами, байбаками, как там. Мы дети Божие. Не наказывай меня, Господи, не по грехам со мной поступи, но по любви, милосердию, долготерпению и рассыплется от моря краса моя. Все Давид это вопиял и вопиял. А мы псалтырь считаем и молимся. А как же церковь святая непорочная? Она остается всегда такой. И когда он наказывает, она святая. Не за грехи наказывает, я еще раз говорю. Не за грехи, она святая. Он ее освящает страданиями, чтобы она еще более приблизилась к нему. Господи, испытай меня, как золото в горниле. Я выйду чист. Иев об этом говорит. Подозрение, товарищи, что я грешник, я докажу, что я не такой. Пусть он меня испытывает. Меня спрашивают, и вы ни разу не возроптали, оборони Бог. Мне Бог удостоен великой чести страдать, быть-то, быть по смеянию, оклеветанным. У меня руки-то вывернутые, как? А я благодарю Бога. Эта любовь Божия коснулась меня и опалила. Спаси Христос, вот сейчас понять не стало, а то просто наказывает, наказывает, бестолково как-то было. Я ничего не доказал, брат, я просто сказал, так написано. И тут надо просто соглашаться. Написано, я не понимаю, как это. Аминь и аминь. Но считаем мы семь церквей, начиная со второй главы апокалипсиса, и там накажу, накажу, опрокину, сдвину. Кого? Церковь, там прямо о церкви речь идет. Еще вопросы? Игнат Тихонович, канон 90-е правило, шестой вселенский собор запрещает колено преклонной молитвы в субботу-воскресенье. Да. А какой, где написано то, что перед высносом и чашей, и заносом эти колено преклонной можно делать? Это где-то написано? Да и так понятно. Христос идет, мне не надо ни канонов, ничего. Христос вышел. Единственное место, где мы плотью можем соприкослиться со Христом, реально, это причастие. У католиков дважды. Общение с Папой. Но мы в это не верим. И тут не надо никаких канонов. Никто не удерживает. С чашей выходит смещенник, благословляет с чашей. И мы поклонились. Это реальное соприкосновение с воплотившимся Сыном Божиим. И тут писать еще не надо. Доброе дело не при принуждении, не по канонам делается. Сама духовная сторона меня повергает перед ним, перед его величием. Если бы мы глазами увидели, какое сияние идет от чаши. Спаси Христос. Слава Иисусу. Вот 6-9. Апокалипсис считаю. Тут выставил, Сергей, видно. Снял пятую печать, увидел под жертвенником, это знак любви, крест, души убиенных за слово Божие, не за грехи, и за свидетельство, которое они имели. То есть это самые-самые святые люди. А почему? Господь проверил любовь. Я буду верен. Да Господи, испытай меня. Прямо требует Ев. И ты увидишь, Господи. Почему Ян Златоус говорит, дьявол два раза нападал. Почему третий раз не напал? Второй раз он коснулся его плоти. И он сидел черепком, скреб, ну гной-то, зудится все у него. И он говорит, что сатана, а он когда ребра-то, плоть-то, соскребка-то, разгнила-то, и оттуда засияло, как солнце, сердце любящее Бога. И дьявол, закрыв лицо, руками бежал. Не мог, ослеплен. А где это написано? А по-другому, а почему он бежал зато, он говорит, что тебе доказывать-то? Мне не надо никаких слов, достаточно этого. Бежал он, потому что больше не подошел. А то задушил свою кожу за кожу. А вот и за кожу он не положил. А жена хотела его, неужели за доброе будем славить, за злою не будем славить? Ты как одна из безумных. И он принимает это от Бога. Но они стали упрекать, по делам, по делам. А он свят, святой. И это его задело, и он начал тогда доказывать. Он не просто с Богом, без всякого придыхания, без тесюка не говорит, с Богом. Требую суда Божию. Это неправильно, Господи, что так думают обо мне. Испытай меня. И ты увидишь, я не такой, как они говорят. Когда я находился в камере еще, в это время вышла газета «Златоуст строительный». «Златоуст» в кавычке. А потом, когда освобожусь, тот же автор, Титов, Виктор Иосифович, напишет статью, жена у него с дочкой побудут у нас в деревне, березовки попьют, они больные были. И он напишет эту статью, и почему я пишу без кавычек. Эти обе статьи находятся в книге «Для слова Божия нет уст». Что интересно, вначале там выступает, собирает, не нафанавил только, а Николай Балашов. Вчера читаю газету. Он избран теперь глава международно-церковных отношений. Доктор богословия. Это тот, кто мне больше всех из москвичей помогал ходатайством в Генеральную прокуратуру СССР. Николай Балашов. Ну, предисловие, для слова Божия нет, почитайте, какие он слова говорит обо мне. Когда мы встречались. Как я одет там и прочее все. Это тогда было, тогда, в 80-х годах. Еще вопросы будут? У вас что-то с камерой, Игнает Тихонич, у вас так плохо видно почему-то. Размытое, нету резкости. Ну, давай, давай посмотрим. Ну, как, так видно? Расплывчато. Размыто все. Я не знаю, почему расплывчато, может, потому что у меня закачка идет во время. А это связь плохая, говорят. Может и так. Может быть. Как только скажу, может быть так. Так сразу вспоминай какого-то там датчанина. Он больше 100 лет жил. И интервью у него брали. Как пил, ел, питался. Почему другие-то умирают раньше? Он говорит, я никогда не спорил. Журналист говорит, да не может быть. Он говорит, ну, может быть и так. Все, теперь понятно. Иногда нам говорят, поспорим. У меня есть изречение, я его получил прямо от Господа. Я его везел, и теперь вижу в интернете уже так говорят. Знающий никогда не спорит. Он возвещает истину. Спорит тот, кто ничего не знает. Повтори про себя и посмотри, правильно или нет. И говорит, ну, мы с тобой поспорим. И ты сразу скажи, знаешь истину, никогда не спорит. Он возвещает ее. А спорит, кто ничего не знает. И написано, спорили с учениками Христовыми, со Христом. Но не написано, что ученики спорили Христос. Этого нет. что, вопросов нет, помолимся. Достойно есть якова истину, блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашим. И Матерь Бога наша честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Так, Волоня пусть помолится. Благодари Бога. Господь и Бог наш, слава Тебе. Благодарим Тебе, Господи, за это благодатное время, за то, что собрал Ты нас воедино, здесь, возле Слова Твоего, что дам нам услышать золотые слова Твои, Господи, вникнуть в Писание Твое. Исполни нас Духом премудрости, Духом разумения. Дай все услышанное отложить сердце свое и претворить в дело, исполняя Твои святые евангельские заповеди. Прибудь рядом с нами, Господи, распусти нас миром, чтобы дальше нас, Господи, руководи Духом Твоем святым, направляй нас, чтобы мы всюду, везде рассеявшиеся благовествовали Слово Твое. Тебе, Господу, Богу нашему, за все хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Брата Акима, благослови в пути и сохрани, Господи. Аминь. 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 Богом спаси Христос. Аминь. 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 Спаси Христос. Да не будет у нас иного Бога, кроме Тебя. Сегодня, если Господь благословит, до утра будет у меня закрасив. Я даже не сдал в администрацию это собрание. Вот, и вы послушайте от корки до корки. Ты че кричишь? Ты че кричишь? У меня иногда включен микрофон. Расставать-то неохотно. Команда какая подобралась. Команда. Продолжение следует...